Это большая проблема на сегодняшний день. То, что бывает то, что человек, чтобы свой удел, риск достичь, он оставляет то, что Аллах ему приказал. Намаз оставляет. Почему читаешь? Времени нет работы, брат. Время намаза уходит. Подальше успеем, потом прочитаю. Сейчас я не могу, тут сделка такая, там, на миллиарды и так далее. У тебя сделка с Аллахом на вечность, то, что глаз не видел, то, что за миллиарды ты не купишь. Бывает часто, когда человек, чтобы в погоне за риском, забывает основное то, ради чего Аллах ему сотворил. Поэтому мы должны понимать. То, что мы говорим, Аллах говорит, и посланник Аллаха, твой риск у Аллаха, не значит, что мы просто должны сидеть в мечети. Нет, не об этом идет речь. Как мы на прошлой худбе говорили, когда пророк Мухаммад увидел одного раба, одного человека, который постоянно в мечети. Пророк Салаллах заходит, он читает намаз, выходит, читает намаз. Он говорит, Субханаллах, что он делает? Он постоянно в мечети, я, Расул Аллах, сахабы сказали. Тогда пророк Салаллах удивился и сказал, кто его содержит? Аху, его брат. На что пророк Салаллах сказал, его брат лучше, чем он. Потому что Аллах, Субханаллах, нету в исламе только монашество. Не только, аль-хамду-ля, ты приказы выполняешь, дополнительно здесь делаешь, но, однако, иди, стремись ради этого, халяльным путем. Но, однако, о чем речь идет, не должно вот это тебе стремление к твоему риску отдалять, отворачивать тебя от того, от того, что Аллах, Субханаллах, тебе уготовил, халяльным путем. Это нам указывает, для чего мы это сегодня напомнили нам. Потому что, Субханаллах, бывает, некоторые братья друг с другом воюют, отбирают, отжимают, приезжают и говорят, все, ты мне должен деньги. Я у тебя брал? Нет. Ты мне нам отдашь и все. Субханаллах, какое право имеешь ты забирать то, что тебе не принадлежит? Каким он слабже, ты сильнее? Ты за это будешь спрошен в судный день. Это не твой риск. Этот риск к тебе придет. Эти там 100 тысяч рублей, 500 тысяч, придет тебе в любом случае, если оно твое. Но ты выбираешь халяльным путем или харамным путем. Поэтому также, аль-хамдуля, мы должны побуждать. Иногда некоторая другая страна, то что бывает, например, обращение к молодым братьям, которые закончили университеты, стараются там, и сидят дома, ничего не делают, стараются получить какую-то работу. Говорят, я пробовал, подавал документы, меня не приняли. Хорошо, иди с другой стороны попробуй. Возьми там, аль-хамдуля. То есть тут не получается, подработай, что-то сделай. Шейх Мухаммед Арифи, наш преподаватель, когда у него были там некие проблемы в Сауду-Скарае, в Ир-Ряде, он был преподавателем, профессором в университете короля Сауда, по Акиди. И говорит, какая была проблема, ситуация. Его отстранили от этой должности. Он говорит, что я мог бы ждать тоже, пока обратно вернусь в университет, сидеть, ждать, сцепиться за это и все. Ну, аль-хамдуля, я начал заниматься торговлей фиников параллельно. Моя зарплата была 7,5 тысяч риалов в университете. На финиках я зарабатывал больше 20 тысяч риалов. Поэтому, аль-хамдуля, не должен стесняться работы. Молодой, пока ты подаешь документы, пока получишь какую-то, аль-хамдуля, должность, старайся. Подработай, водитель, не стесняйся зарабатывать. Аль-хамдуля, халяльным путем только. Ты, аль-хамдуля, ты не воруешь, ты не отжимаешь, не забираешь, чужое не берешь. Аль-хамдуля, не стесняйся работы. Поэтому халяльным путем. И тогда Аллах, субхану ва-та-Аля, что? Тогда Аллах, субхану ва-та-Аля, тебе даст. И это есть именно понимание хадиса. Просите у меня риск, еду, пропитание, я вам дам. Имейте в виду, что просите дуа. Часто точно бывает, мы забываем также дуа просить у Аллаха. То, что ты даешь. Он говорит, аль-хамдуля, дай нам, все вещи на Аллах, субхану ва-та-Аля, замени нам лучше. Когда Али Аби Талибу пришел один человек и жаловался. И говорит, что у меня нет, у меня долги, у меня денег нет, я бедный. Он говорит, я тебя обучу дуа. И, аль-хамдуля, это лучше, как сказал пророк Мухаммад, салла-Аллаху алейсалям, сказал, всего того богатства, которое ты есть. Если у тебя будет даже столько долгов, сколько тебя тянут вниз, Аллах решит твои долги. Аллаху макфини би-халалеки аани харамик, и огни ли би-фадли каан мансиваки. Аллах, субхану ва-та-Аля, замени мне харам на халаль, и дай мне пропитание от тебя, чтобы я не зависел ни от кого, кроме как от тебя. Поэтому просим Аллаха, субхану ва-та-Аля, уважаемые брать pratки, чтобы Аллах дал нам обширный риск, удел, чтобы не забирал Аллах, субхану ва-та-Аля, наши милости, которые он дал, наш слух, наш разум, наш акль, чтобы, ал-хамдуля, мы Аллаху ва-та-Аля нам дал. будем благодарны Аллаху за это. Аллах еще, Субханаму Таляму, преувеличит. И чтобы ни в коем случае мы не были счастливы с тех в алимин, преступниками, теми тиранами, теми притеснителями, которые забираем то, что нам не положено, то, что нам не принадлежит. Потому что, если в этой жизни человек уйдет отсюда, но суда Аллаха вечные, оттуда уже не сбежать. Поэтому не будет там ни динаров, ни дирхамов. Человек бы хотел бы, может быть, чемоданами, долларами откупиться, но не будет. Будут благие деяния и только грехи. И вот этим будет человек расплачиваться.